Здравствуйте! В эфире телеканала Обгинск ТВ. Новости в студии Георгий Розуаев и Дарья Человекова. Сегодня в выпуске. Состоялась церемония открытия. В Обгинске установили мемориальный знак в память о сотрудниках правоохранительных органов, погибших при исполнении служебных обязанностей. Прокуратура предупреждает, долгов по выплате зарплаты быть не должно. Детских садов будет больше. В Обгинске ведется строительство двух дошкольных учреждений. 26 июля в Обгинске состоялась церемония открытия мемориального знака в памяти сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебных обязанностей. Стелла установлена на территории, прилегающей к зданию Обгинского отдела полиции. Выбрано это место не случайно. Мемориальный знак могут видеть и сотрудники правоохранительных органов, идущие на службу, и горожане. Как отметил глава городского самоуправления Владимир Викулин, жители Наукограда, видя монумент, будут проникаться еще большим уважением к служащим в силовых структурах. Идея пришла в том году. Очень много отдел проводит мероприятий, мероприятий, связанных именно с патриотизмом, с повышением престижа службы. И один из таких моментов, когда мы вручали паспорта на вечном огне, пришла мысль, почему бы не сделать памятный знак рядом с отделом. Более 80 человек погибли при выполнении служебных обязанностей в Калужской области за 75 лет со дня основания регионального управления Министерства внутренних дел. К сожалению, мы люди в погонах и выполняем обязанности, связанные с риском и здоровьем, поэтому есть у нас такие моменты. Активно мы участвуем во всех мероприятиях, проводимых нашим государством. Это, как сегодня было сказано, и ликвидация чернобыльских аварий, и афганская война, и чеченская война. Ну и в мирное время, в мирное для граждан время мы нещем службу, связанную с такими обязанностями. Литею по погибшим, с честью выполнившим свой служебный долг, совершил благочиной Обнинского округа Калужской епархии, директор просветительского центра «Вера, надежда, любовь» вратаерей Сергий Вишняков. Завершающим аккордом мероприятия стало вручение паспортов Российской Федерации, ребятам которым исполнилось 14 лет. Также юным обнинцам подарили брошюры с текстом Конституции нашей страны. Детские сады в Наукограде Дня на день должно начаться строительство учреждения для детей и в микрорайоне «Солнечная долина». Сад на 150 мест, довольно большие площади он предполагает, и наличие бассейна. Такой достаточно интересный проект, по крайней мере две ясельные группы в этом дошкольном учреждении будут. Стартовая цена проекта составила 175 миллионов рублей. Однако ее удалось снизить. Окончательная сумма, которая будет потрачена на реализацию строительства детского сада – 159 миллионов рублей. Всего в конкурсной процедуре участвовали три подрядчика. Победу одержал Калужский фонд поддержки строительства доступного жилья в Калужской области. Мы заявили с 19-20 год, это годы строительства детского сада. Вообще вот в той части города он будет востребован и нам просто необходим, потому что там в шаговой доступности только два детских сада. Один из них – это детский сад «Ладушка», который уже работает на сверх проектной мощности. И несколько дальше располагается детский сад «Россиянка». Открытие детского сада запланировано на конец 2020 года. Кристина Забожко, Сергей Мокрецов, Обнинск ТВ. Предприятие «Должники», где сотрудникам своевременно не выплачивается заработная плата, находится в Обнинске под пристальным вниманием прокуратуры. В четверг представитель надзорного органа посетила одну из таких организаций для проведения опроса работников. Есть ли у них намерение обратиться с соответствующим заявлением для взыскания задолженности по зарплате. Всего на территории Наукограда шесть предприятий, которые имеют довольно крупные задолженности по заработной плате перед своими сотрудниками. Два из них являются банкротами. А вот с четырех еще есть шанс взыскать долги в судебном порядке. Общая сумма долга в городе составляет около 33 миллионов рублей. Только после того, как становится очевидно, что заработная плата выплачена не будет, начинает активно защищать свои права во всех структурах власти, но на тот момент время упущено, да и средства и возможности уже упущены, в связи с чем даже и наши меры являются не всегда результативными. Последствием за невыплату зарплаты может быть как административное, так и уголовное наказание. В Обнинске один из руководителей организации должника уже привлечен к уголовной ответственности. С целью недопущения подобных ситуаций прокуратуры города осуществляется выход в организации с целью опроса данных лиц, имеется ли у них намерение обратиться в прокуратуру города или подать ей обращение с целью взыскания указанных средств. Совместно со старшим помощником прокурора города наша съемочная группа посетила предприятие МСУ-35. Долг по выплате зарплаты составляет здесь около 10 миллионов рублей. Права лиц граждан в части трудовых прав будут восстановлены преимущественно с их взаимодействием. Чем раньше они отзовутся, обратятся в нужные инстанции, в полномочные органы, тем больше вероятности о восстановлении их нарушенных прав. Старший помощник прокурора Обнинска пообщалась с работниками данного предприятия и некоторые из них уже написали обращение в надзорный орган. Кристина Забожко, Сергей Мокрецов, Обнинск ТВ. Подробности о событиях, вошедших в хронику происшествий последних дней, в сюжете, подготовленном журналистами программы «Экстренный выезд». 25 июля в Наукограде обнаружили два трупа в один день. В 16 часов 50 минут в дежурную часть города Обнинска поступил тревожный сигнал с проспекта Ленина. Сотрудники гороэлектросети обнаружили тела мужчин. В ходе осмотра места происшествия установлено, что на первом этаже здания находятся высоковольтные ячейки для снабжения электроэнергии микрорайона. В ячейке номер один обнаружен труп мужчины, личность которого в дальнейшем установлена. Им оказался уроженец Жуковского района Калужской области 1978 года рождения. В ходе дальнейшего осмотра в ячейке номер два обнаружен труп мужчины с признаками гнилостных изменений, которым оказался местный житель 1982 года рождения. По предварительной версии, смерть мужчины наступила в результате удара током. В настоящее время трупы мужчин направлены на судебно-медицинское исследование для установления точной причины смерти. Предположительно, что мужчины проникли на территорию и залезли в распределительный щиток, на дверях которого, кстати, висел предупреждающий знак о высоком напряжении, чтобы совершить хищение цветных металлов. На данный момент следствие по данному делу продолжается. Дарья Человекова, Николай Подлепалин, телекомпания «Обдинск ТВ». Компания «Обдинск Оргсинтез» к 63-летней годовщине города и в связи с 20-летием основания предприятия преподнесла «Обдинцам» подарок в виде большой клумбы, высаженной в Белкинском парке. Сегодня, в честь дня рождения города «Обдинска» группа компании «Синтек» и «Обдинск Оргсинтез» дарит городу замечательную клумбу из цветов. Мы надеемся, что это маленькое украшение нашего парка будет приятным местом для отдыха «Обдинцев». Оформление клумбы выполнено под руководством ландшафтного дизайнера Анны Александровой. Она рассказала, что бегонии будут радовать горожан своим цветением до поздней осени. Эти цветы выбраны за свой яркий и пышный вид, что делает клумбу особенно нарядной и объемной. В клумбе посажены однолетние цветы бегонии в красном цвете, красные листва. Использована также декоративная крошка мраморная, плетняк, стенка подпорная из плетника. Прохожие, которые прогуливались в Белкинском парке, радовались новому объекту благоустройства, подходили фотографироваться на его фоне. «И сегодня очень приятно найти город в таком состоянии, город, пышущий красотой и молодостью». «И вот эти цветы очень красиво сделаны и улучшают город. Очень зеленый город, и это красиво очень». А еще компания Обнинск Оргсинтез, как всегда, подарит Обнинцам на День города праздничный концерт. В этом году в нем примут участие Дима Билан, Макс Барских и другие артисты. Елена Ершова, Сергей Мокрецов, Обнинск ТВ. В музее истории города Обнинска работает выставка, подготовленная к 110-летию Анатолия Мальского, талантливого организатора промышленного производства, участника советского атомного проекта, первого почетного гражданина Обнинска. За свою работу он был отмечен многими правительственными наградами и званиями. «Среди людей, которые формировали исторические опли города, его среду, было немало выдающихся людей. Среди них можно назвать и Александра Ильича Лейпунского, и Дмитрия Ивановича Блохинцева, и Евгения Константиновича Федорова, Зетгеницы, Тимофеев Рисовский, Корнеев, Казачковский. Ну, конечно, имя Мальского тут стоит тоже в этом ряду, потому что это были люди не просто по значимости городского масштаба, но и государственного масштаба». Анатолий Яковлевич Мальский имел звание Героя социалистического труда, являлся лауреатом Ленинской и двух сталинских премий. Награжден четырьмя орденами Ленина, четырьмя орденами Трудового Красного Знамени, Орденом Красной Звезды. Его деловитость, хватка, организаторские способности и огромный талант инженера проявились еще во время войны. А через два года после ее окончания, в 1947 году, Мальский был привлечен к атомному проекту. «Анатолий Яковлевич был выдающимся инженером, химиком, взрывником, руководителем производств и организатором производств. Он участвовал в создании первой советской атомной бомбы, принимал самое непосредственное участие, организовывал многие предприятия атомной отрасли». Во время войны он работал главным инженером на оборонном заводе в электростале. Там начиняли взрывчаткой бомбы и снаряды, оснащались снарядами боевые машины реактивной артиллерии «Катюша», делали кумулятивные снаряды, пробивавшие броню фашистских танков, ввели разработку мощных взрывчатых веществ для авиабомб. С 1947 года он стал активным участником атомного проекта, принимал непосредственное участие в создании и испытании первой отечественной ядерной бомбы РДС-1. Он провел последнюю операцию перед взрывом – снаряжение ядерного заряда капсулями-детонаторами. А в 1971 году Анатолий Мальский был переведен Министерством среднего машиностроения в Обнинск и работал здесь директором приборного завода «Сигнал». Стал его основателем, развил производство, наладил выпуск первых приборов для атомной промышленности. Он был не только организатором производства, но также и организатором строительства жилого фонда, объектов «Соцкульбита», разработки, которые он вел, работая над атомным проектом, были строго секретными. Поэтому подробности его биографии долгое время не знали не только коллеги по работе на заводе «Сигнал», но и близкие родственники. Для создания экспозиции, посвященной жизни и работе Анатолия Мальского, использовались предметы и документы из фондов Музея истории города Обнинска, архива завода «Сигнал», семейного архива «Мальских». Елена Ершова, Максим Сечко, Обнинск ТВ «Выходи во двор играть» Так называется культурно-спортивно-опознавательный проект Балабановского Дома культуры, который на протяжении последних пяти лет проводится в разных микрорайонах города. Очередное дворовое мероприятие было организовано для детей микрорайона улицы Дзержинского. Основные цели проекта – подружить соседей, научить детей играть в забытые дворовые игры, приобщить и детей, и взрослых к здоровому образу жизни, возродить традиции дворового досуга. 23 июля праздник прошел в городке на площадке возле дома 88 по улице Дзержинского. Провели его сотрудники городского Дома культуры, администрации Балабанова, Центр физкультуры и спорта, городской библиотеки и волонтеры. Они предложили местной детворе танцевальную разминку, интеллектуальные и спортивные соревнования. У нас сейчас проходит проект «Выходи во двор играть» культурно-спортивный наш. Это уже пятый сезон. И сейчас мы находимся в городке, где у нас достаточно, как очень благодарные родители, дети, которые… Хотя у нас во всем городе очень благодарные дети, родители, которые подходят, благодарят, просят еще проводить. Для городка… Городок нас ждал очень давно. Мы пришли к ним только в середине лета. Девчонки и мальчишки с удовольствием танцевали, соревновались между собой в эстафетах, отгадывали загадки, рисовали. Родители, глядя на детей, активно присоединились к их играм, решив вспомнить и свое детство. Одна из самых главных задач в период школьных каникул – это обеспечить ребятне разнообразный досуг. В Балабанове для этого в течение всего лета организовывают по всему городу небольшие праздники. «И как раз сейчас, по просьбе родителей, мы решили, что мы в городок сюда еще вернемся с этим проектом. И вернемся не просто так, а уже 1 августа мы планируем провести этот проект здесь еще раз. Будет он около ракетчика, и хотим даже немножечко его украсить. И параллельно, выходя во двор играть, с вечера мы планируем принять участие в фестивале уличного кино, который будет транслироваться прямо на стеночку ракетчика Дома культуры». Проект «Выходи во двор играть» очень полюбился местной детворе всех возрастов. Все больше и больше детей принимают в нем участие. Приятно видеть, как ребятишки веселятся, учатся, развлекаются и получают удовольствие от того, что вышли во двор поиграть. Интересно, что подобные праздники пытались организовать и в ряде соседних городов, но там они почему-то не прижились. А балабановцам такое времяпрепровождение нравится. Наверное, потому, что дворовые праздники в Балабанове умеют организовывать разнообразно и с душой. Елена Ершова, Сергей Мокрецов, Обнинск ТВ. Это все, о чем мы и наши коллеги хотели вам рассказать сегодня. Впереди праздничные выходные. Для жителей и гостей Обнинска подготовлена разнообразная программа мероприятий. Мы поздравляем обнинцев с днем города и прощаемся до понедельника. Всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова